Итоги работы отрасли растеневодства подвели в совхозкомбинате «Заря», так сказать, внутренние местные дожинки. Хотя, если судить по показателям хозяйства, масштаб далеко не местным. Итоговые цифры одной «Зари» выше суммарных показателей некоторых целых районов республики. 8% общего кровая области – Заревские. А все благодаря этим людям. Они всю весну и все лето, первые осенние месяцы, были героями наших сюжетов. О них писали статьи, снимали репортажи. Они работали в прямом смысле – от зари до зари. Федор Ярош. Он одной только кукурузы намолотил 8,5 тысяч тонн. Следом за ним идут Александр Остапенко, Андрей Савчик, Владимир Таболин. Эти фамилии у всех на слуху. Намолотили и перевезли не одну тонну зерна, а на них равнялись остальные. Сегодня их не узнать. Нарядные, смущенные, но так и не привыкшие к повышенному вниманию. Простые мужчины – труженики. Легок труд хлебороба, но действительно мы работаем на продовольственной безопасности страны и мы должны с честью эту задачу выполнять. Я бы не стал кого-то выделять в нашем большом коллективе, который сегодня насчитывает 1500 человек. Потому что это действительно коллектив, который состоит из многих звеньев. И выпадение хотя бы одного звена, оно, конечно же, повлечет за собой негативные последствия для всего коллектива. Поэтому каждый должен добросовестно сотрудиться. Кто-то на полях, кто-то на фермах, кто-то на переработке животноводческой продукции, кто-то в магазинах. То есть каждый на своем месте. Только вот такая слаженная работа, она позволит удерживать те результаты, которые у нас есть. Ну и при работе над собой, при осваивании новых технологий, она позволит все это коллективу двигаться вперед и расти. Олег Михайлович подчеркивает, быть первым – большая ответственность. Не подвести, не оступиться, удержать то, что есть. Кстати, как ни странно, переменчивая белорусская погода может стать стимулом четко держать темп и вести счет каждому уборочному дню, каждому обмолоченному колосу. Засушливое лето 2023-го подкорректировало уборку зерновых культур, получили меньше урожая колосовых. Но кукуруза, как настоящая царица полей, расщедрилась на урожай, дала наибольшее количество зерна за всю историю предприятия – 36 250 тонн. Это достаточно весомый вклад не только в само предприятие, но и в общий каравай и районы, и области. Тем самым мы полностью обеспечили себя зерном. Так, всех категорий намолотили в этом году 46 тысяч тонн зерна. Это 8600 тонн колосовых, 1400 тонн рапса зимого, значит, зерно кукурузы. И тем самым мы обеспечили отрасль животноводства кормами, заготовили 44 тысячи тонн готового силоса, 1600 тонн сена и 8500 тонн сенажа. Полностью обеспечили вот это животноводство. Это самое главное, что стоит задача перед нашей отраслью – это закрыть потребность предприятия в кормах. С чем справились, поэтому подводим итоги. Будем сегодня чествовать лучших из лучших. Кстати, всю собранную кукурузу в хозяйстве пересушили на собственных зерносушильных комплексах. Один из них начал работать в августе в деревне Заводь Наравлянского района. Построили и зернохранилище на 10 тысяч тонн, куда уже засыпали до хранения 2000 тонн сухой кукурузы. Без кормов не останется ни крупно-рогатый скот, ни свинья, ни птица. Мы прорастаем в свиноводстве, скотоводстве и птицеводстве. Поэтому действительно требуются дополнительные объемы зерна для производства комбикорма. Благодаря тому, что в работе наших растеневодов, начиная от механизаторов и заканчивая главными специалистами этой отрасли, мы увеличиваем объем производства зерна и, соответственно, улучшаем нашу кормовую базу. Следующая череда благодарностей на районном празднике тружеников села. 70 пригласительных, 45 награжденных. После поздравления на уровне области в октябрьском субботу. Оценку работы наверняка дадут и на республиканском уровне. Ведь сегодня Мозорская заря входит в топ лучших агропредприятий Беларуси. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал Мозорь.